От футболки до покрышки. Новый завод по переработке отходов в областном центре действует в тестовом режиме и уже принимает сырье от населения. Эксклюзивный подряд. Строители, меняющие кровлю ЦЕВА, контролируют сразу три государственные структуры. Мы вместе в Преамуре вручили еще одну партию медалей участникам общероссийской акции взаимопомощи в период пандемии. Подробнее обо всем в ближайшие минуты. В эфире «Город». Здравствуйте. До конца года все российские семьи с детьми до 8 лет получат единовременную выплату – 5000 рублей. Такой подарок к празднику приготовил Владимир Путин и озвучил намерение во время большой пресс-конференции, которая в этот раз прошла в непривычном формате. Представители федеральных и зарубежных СМИ работали в Москве, площадки для региональных журналистов организовали в федеральных округах. Опросы от всех желающих принимали на сайте «Москва Путина» и в одноименном приложении. Их обрабатывали в созданном колл-центре. Там зафиксировали очень много обращений, связанных с коронавирусом. Люди жаловались на проблемы с тестированием, невозможность вызвать врачам, нехватку медикаментов. Все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем, так же, как постараемся отреагировать и на другие подобного рода, и обязательно на это отреагируем. Еще раз говорю, десятку мы отдали в регионы на учреждения, на СИЗы и так далее, и 5 миллиардов для того, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. К финансовому вопросу возвращались неоднократно. К примеру, пенсионерам президент пообещал индексацию выплат. В 2021 году она составит 6,3%. Характеризуя общее благосостояние россиян, Владимир Путин заметил, что к 2030 году число живущих за чертой бедности должно снизиться вдвое. За 4,5 часа глава государства ответил на 68 вопросов. Как простому русскому человеку, простому обыкновению, каких большинство, описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику? Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении секции батарей на ногу нужно говорить редиско, а не употреблять ненормативную лексику. Вопросы, поднятые на прямой линии президента, после прокомментировали местные власти. Мэр Благовещенская Олег Камамеев и губернатор региона Василий Орлов. Меры поддержки, которые государство сейчас оказывает семьям с детьми, глава Преамуре посчитал очень актуальными и эффективными. А комментируя заявление президента о подключении всех школ страны к высокоскоростному интернету, Василий Орлов отметил, что в области эта работа уже идет. В этом году выход в сеть получили 77 образовательных организаций. В следующем планируется подключить еще 83. Олег Камамеев, в свою очередь, прокомментировал вопрос о пантиковидных субсидиях бизнесмена. В Благовещенске на эти цели направили 46 миллионов рублей. Кроме того, перенесли обязательные платежи, предусмотрели гранты, кредиты с пониженной ставкой. И к другим темам. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту пожара в Благовещенском аэропорту. Прокурор выехал на место, чтобы выяснить, как на предприятии соблюдались меры противопожарной защиты. Напомним, сигнал о возгорании в здании аэропорта Игнатьева поступил накануне в 8.44 утра. К моменту прибытия пожарных международный терминал был полностью охвачен пламенем. Люди не пострадали, а здание выгорело по всему периметру. Причины случившегося, а также нанесенный ущерб еще устанавливаются. В процессе задействованы эксперты и следователи. Ход разбирательства контролирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха в поселке Аэропорт. Превышение опасных веществ не выявили. В Благовещенске из отходов начали получать металл, уголь и газ. Завод по переработке пока действует в тестовом режиме. Но уже успел накопить 15 кубов пиролизного топлива и несколько тонн угля. Принести сюда старую одежду, пластик, бумагу, покрышки может любой желающий. Как из этого получают полезные продукты, знает Кристина Слепцова. Она первая, кого пустили понаблюдать за процессом. За 7 секунд автомобильная шина лишается металлокорда. Это чистый металл, проволока, которую прессуют и отправляют на дальнейшую переработку. Еще несколько секунд потребуется на то, чтобы покрышку порезать и отправить в реторту. Емкость и жиростойкого материала. Для того, чтобы переработка шла по всем правилам, она должна быть плотно закрыта. Задача оператора переместить герметично закрытую реторту в пиролизную установку. Для этого используют кран-балку. Пульт управления позволяет регулировать высоту и скорость движения. У опытного оператора этот процесс занимает всего 3 минуты. Я так быстро не справилась. Пиролизная установка, по сути, большая печка. В ней автомобильные покрышки перерабатывают при температуре 400 градусов по Цельсию. Это одеяло высокотемпературное, которое выдерживает температуру до 1500 градусов. Печки стоят внизу. А культур пламени, пламя довольно-таки серьезные, то есть обливают данную печку. После переработки шин получается 4 продукта – металлокорд, пиролизное топливо, аналог котельного, только с большей калорийностью. Применять его можно вместо мазута. Третье – это уголи. Можно обогревать частные дома, использовать на асфальтных заводах. И газ на 70% состоящий из пропан-бутана. Один цикл вот такого разложения шин занимает 12 часов. В сутки на заводе могут утилизировать 4 тонны отходов. У нас вокруг, куда бы ни проехать, везде свалки. То есть что на речку приехать, у нас что на озеро, то есть мы все жители города, то есть мы все это видим. Конечно, я отношусь к этому крайне отрицательно. И с этим нужно что-то делать. То есть по большому счету эта технология наша, она позволяет очистить. Мы примем любой материал, то есть если это касается пластиков, резины, одежды. Городские власти идею запуска такого завода оценили и уже договорились с руководством о сотрудничестве. Ведь в Благовещенске сейчас идет активная борьба как раз с автомобильными покрышками. Достаточно серьезная ситуация с тем, что шины автомобильные находятся, соответственно, в МКД, на улицах города. Их собирают силами ГСТК, также управляющая компания их привозит. Пока на этот момент они складируются, занимают достаточно большое пространство в Маховой Пади на складе ГСТК. Предприятия откликнулись, готовы эти шины забирать, самолично перерабатывать. Приносить рассортированный мусор могут и рядовые благовещенцы. Руководство предприятия обещает, что примут даже одну покрышку. Подробности по номеру на экране. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Новая кровля Центра эстетического воспитания прослужит не менее полувека. Такую гарантию дают строители, которые сейчас занимаются гидроизоляцией и заменой покрытия. Почему для ремонта крыши здания властям пришлось нанимать сразу двух независимых друг от друга подрядчиков? И почему не каждого строителя разрешено пускать в историческое крыло, которое в прошлом принадлежало универмагу Чурина? Расскажем прямо сейчас. Оцинкованные металлические листы один за другим укрывают крышу Центра эстетического воспитания. Вернее, его историческую часть, возведенную в конце 19 века. Кровлю над восточной пристройкой, которая появилась у здания в 1982-м, уже отремонтировал другой подрядчик. Тот, что взялся за западное крыло, не спешит и предпочтение отдал материалу, проверенному десятилетиями. Была реконструкция в 2000-х годах, ее полностью реконструировали, стропила делали полностью. Мы меняем только покрытие. Материал используется оцинкованный, просто она обновляется. Используется, как бы примыкание будет делаться, гидроизоляция дополнительно, добавляем, делаем. К работам над исторической частью здания приступили 20 ноября. Подрядчика искали долго для ремонта памятника архитектуры федерального значения, а таковым является ЦЭФ, не у каждой компании есть лицензия. К тому же, внимание к процессу повышенное. За ходом работ и безопасностью строители средят сразу три структуры. В любом учреждении, да, есть человек, который отвечает за хозяйство, среди тех, кто отвечает за хозяйство, он назначен ответственность за проведение ремонта. Соответственно, у нас еще есть договор с управлением ГУКС, так называемого строительства города Буговичинска, который ведет тройнодзор. То есть, есть два контролирующих программа, ну и плюс, конечно, наш учредитель управления образованием города. Ремонт кровли в ЦЭФе ждали. За годы эксплуатации она заметно прохудилась, постоянно протекала, имеющуюся проблему усугубили дожди, зачастившие в областную столицу прошлым и этим летом. У них и костюмы шикарные, там протекало и в костюмерные. То есть, это было сложно, для нас это было сложно, нужно было это все сохранить. И сейчас, конечно, какая-то часть кабинетов, протечки, остались следы. Мы убирали, естественно, что возникает грибок, грибок мы убирали. Теперь нужно будет эти кабинеты, естественно, после того, как закончится ремонт кровли, отремонтировать. Ремонт кровли Центра эстетического воспитания городской казне, в общем, обошелся в пять с лишним миллионов рублей. Завершить все ремонтные работы подрядчик должен в марте 2021 года. Александр Воронин, Алена Лепкалова, Дмитрий Козлов. Программа «Город». Библиотеки искусств подвели итоги муниципального гранта в социальной сфере. Открыли выставку, где представили наиболее яркие проекты – картины, книги, костюмы, арт-объекты. Все задумки горожан увидели жизнь благодаря поддержке муниципалитета. Благодарственные письма за успешную реализацию социально значимых проектов по патриотическому воспитанию получили. Заведующая отделом ОКЦ Елена Массиенко – автор проекта «Мобильная передвижная агитбригада на Победном привале». Заведующая муниципальной библиотекой имени Бориса Машука Александра Рихновец за проект «Музей личных историй. Приграничная победа». Руководитель историко-патриотической организации за развитие региона Анатолий Коржемевский. Благодаря ему в Благовещенске единственном городе на Дальнем Востоке удалось собрать капсулы с землей городов-героев. Неоценимая помощь была от издательства «Благовещенный Дальний Восток», которое предоставило и помещение информационное, ну в общем, все-все-все. И второе – белорусскому землячеству. Государство другое. И если бы не они, у нас были бы просто трудности именно с доставкой земли. Потому что это все и через консульство шло, и через министерство иностранных дел. Найти информацию об этих и других грантовых проектах можно на сайте Управления культуры. Выставка в Библиотеке искусств будет работать до 25 декабря. Два десятка благовещенцев, волонтеры, предприниматели, общественники сегодня стали обладателями медалей «Мы вместе». Памятную награду горожане получили за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи в период пандемии. Огромное спасибо вам. И вот за вашу работу, за ваше тепло, тепло своих слов, тепло действий, за вашу финансовую поддержку, которая тоже необходима. Огромное вам спасибо. Благодаря совместной работе участников акции продуктовую помощь получили больше 23 тысяч пожилых амурчан. Крупные компании региона помогли с приобретением защитных масок и дезинфицирующих средств для волонтеров, обеспечивали их топливом и продуктами для доставки горожанам из группы риска. В регионе за участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» медалями наградили 374 добровольца. Вспомнить все самые важные события недели коллектив нашей редакции предлагает выходные. В этом поможет получасовая итоговая программа «Город. События. Люди». Это в основном общественно-деловая застройка. Здесь дополнительно появится 25 гектар земли, которые по проекту планировки будут идти под смешанную застройку. Это общественно-деловые здания и жилая застройка. Какую еще милю намоют на берегу Амура в Благовещенске? Когда простых амурчан начнут преревать от COVID-19? И почему на парном монументе в переулке Релочном святитель Иннокентий сидит, а граф Муравьев Амурский стоит? На эти и другие вопросы наши корреспонденты ответят в выпуске итоговой программы. Смотрите «Город. События. Люди» в субботу в 18.20. В воскресенье его дважды повторят. Как выработать феноменальную память, абсолютный слух и полную нечувствительность к боли? Герои нового документального цикла сверхспособности об этом знают не понаслышке. Первую историю и взгляд на нее со стороны ученых и экспертов смотрите на нашем канале в субботу и воскресенье в 13.35. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, пишите на наш WhatsApp, звоните в редакцию. Самые интересные темы станут новостями в программе «Город». Хороших выходных и до встречи в эфире! В субботу, 19 декабря, в Благовещенске утро. Утром малооблачно, сильный мороз. Минус 21 на термометрах ощущаться будут как минус 30. Северо-западный ветер в порывах до 6 метров в секунду. Днем он стихнет, потеплеет на 7 градусов. Небо чистое. Вечером будет ясно, минус 19, едва ощутимый западный ветер. Ночью он не изменится, ясно видно каждую звездочку на небе. Минус 22. Атмосферное давление заставит почувствовать дискомфорт метеочувствительных горожан. Весь день будет высоким – 754 мм ртутного столба. Проведите выходные с пользой. Почему женщинам не место в иерархии священнослужителей РПЦ? И что означает выражение «бабье лето»? На эти и другие вопросы ответит телесправочник в студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первым в редакцию обратился Владимир Овчинников. Благовещенец интересуется, могут ли ему отказать в назначении субсидий из-за того, что он не платит взносы на капитальный ремонт. Оплата взноса на капитальный ремонт установлена ЖК РФ и возложена на собственника жилого помещения. То есть это не добровольная оплата, это обязательный платеж. Соответственно, если гражданин имеет задолженность по уплате взноса на капитальный ремонт, ему правомерно может быть отказано в предоставлении субсидий. Люблю гулять в городском парке, слышала, что в следующем году его будут благоустраивать. Интересно, что новенького там появится, предвкушает Анастасия Потапова. Парк разделена на зоны, это зона аттракционов экстремальных, зона для младшего возраста, для детей, зеленая зона и зона бесплатных площадок детских. В экстремальной зоне у нас будет стоять колесо, воззрение, мы поставим 60 метров, оно будет высотой. Также там будут стоять американские горки, также там будет стоять фудкорт. Дальше сюда, ближе к набережной, будет стоять фонтан. Муж живет в Новосибирске, я в Благовещенске. Решили развестись. Только вот куда подавать заявление, если мы в разных городах? Спрашивает Полина Завьялова. Зайсковое заявление о разводе подается по месту нахождения ответчика. Но если у ИСА, инициатора развода, есть 6-летние дети, и плюс у него постоянное здоровье, не может он выехать, то месту нахождения ИСА. Всегда было интересно, почему женщины не получают никаких санов в Русской Православной Церкви. Ситуация не дает покоя Софье Тихоновой. В Православной Церкви священнослужители избираются из числа мужчин, потому что такой пример показал основатель Церкви, сам Иисус Христос, который выбирал апостолов из числа своих ближайших учеников мужского пола. И Церковь сегодня поступает точно так же. Последний на сегодня вопрос мы получили от Игоря Уварова. Мужчина спрашивает, почему несколько дней в сентябре называют бабьим летом? Где логика? Есть такое народное объяснение, что с 1 по 8 сентября заканчивались основные сельскохозяйственные работы, и в это время начинали жать, мять, трепать лен и ткать из него. Это, собственно, женский труд, мужчины никогда не занимались этой деятельностью, поэтому вот и наступала как раз бабья работа, бабье лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова